Иногда, особенно, когда я это вижу в товарища, я вижу, что это как что-то такое прокрадывается внутрь, такое ощущение вины по отношению к товарищу, или в товарища, или в рамках работы. Вдруг ты как бы, не знаю, пропустил какое-то количество уроков, мог соединиться и прийти, не пришёл, чем-то пренебрёг. И трудно взаимодействовать с товарищем, который чувствует себя виноватым, или когда сам исходишь из ощущения вины. Как преодолеть ощущение вины? Если мы начинаем относиться друг к другу с любовью, то там нет никакой проблемы, нет ощущения вины ни между нами, ни к Творцу. Короче, ты должен стараться прийти всё-таки к такому ощущению, к таким отношениям. Нет стыда, нет вины, нет расчётов, если кто-то кого-то любит. Если есть расчёты, это уже не любовь. Поэтому написано «Все прегрешения покрывают любовь». И к этому мы должны стараться прийти, стремиться прийти, к таким расчётам. Когда нет критики, нет расчётов, кто больше или меньше, и в какой форме. Все преступления покрывают любовь. Интернет. Интернет. Вопрос от Мака 8. Для чего творению необходима эта полярность, к которой он приводит творец? С одной стороны, наслаждение, с другой стороны, стыд. Но без стыда мы бы не чувствовали, что мы получаем. Понимаешь? Ты бы не чувствовал, что ты получаешь. Представь себе, что мы бы не чувствовали. Скажем, нервная система не работает, и человек, не дай Бог, может засунуть руку в огонь, и рука сгорает, но он не чувствует, что это горит. Не чувствует. Огонь горит. Он вытаскивает руку из огня. Рука вся горит, но он этого не чувствует. Видит, но не чувствует. Поэтому нам дан стыд. То есть это огромное, особое исправление, что мы чувствуем, что мы получаем. И вся мера нашего развития зависит от меры стыда, который мы чувствуем. Спасибо.